Брессоль тем временем угрожает зеркальным ответом на новые санкции Вашингтона, так как они могут затронуть энергобезопасность Евросоюза. Если замечания не будут учтены, ЕС обещает отреагировать должным образом уже в ближайшие дни. Американский законопроект о санкциях был главной темой на последней в этом сезоне коллегии еврокомиссаров. Документ, о котором Вашингтон говорит, как о защите энергетической независимости Украины и ЕС, грозит финансовыми потерями для ряда европейских компаний. Вервы комиссии отметили США, все-таки учли ряд замечаний Евросоюза, но в законе все же остаются опасные моменты. ЕС полностью настроен на режим санкций против России, однако общее мнение G7 в отношении санкций и тесная координация между союзниками являются основой для обеспечения полной реализации минских соглашений. Законопроект США может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС. Санкции США нацелены на вытеснение России из энергетических рынков ЕС. Вместо российского газа, согласно задумке, должен занять американский сжиженный газ. Но он значительно дороже. Более того, из-за ограничений могут заморозить ряд проектов, в которые европейские инвесторы уже вложили деньги. Если наши беспокойства учтут недостаточно, мы будем готовы должным образом отреагировать уже в ближайшие дни. Америка в первую очередь не может означать, что интересы Европы в последнюю очередь. Тем временем Брюссель сегодня принял решение о расширении своих антироссийских санкций. Послы согласовали заморозку активов и запрет въезжать в ЕС для четырех человек и троих компаний, замешанных в скандале с Сименс. Немецкий концерн продал России газовые турбины для проектов «Тамани», а оказались они в аннексированном Крыму. По просьбе Берлина ЕС наказал виновных, ведь сотрудничать с оккупированным полуостровом европейским компаниям с весны 2014 года запрещено. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер.